Сынок, Снейф? Чувак, что ты тут делаешь? Я думал, ты на день рождения Атакона? А он справится и без меня. А ты иди сюда. Иди, иди, не бойся. Иди сюда. Ответь мне на вопрос, сынок. Когда ты сделаешь этот чертов обзор на Джакал? На мой любимый Джакал. Ну, Змей, у меня же канал по PlayStation. Да быть не может. Тогда ответ мне еще на один вопрос. Что это, мать твою, такое? Ну, это канал эмуляторов они делают? Ну, шоу там про Денгий, про Себу, про СНС. Да не это. Вот это. То Resident Evil 6? Значит так, у тебя нет времени сделать обзор на Джакал. Зато есть время, чтобы качать игры от Капком. Игры от Konami нас уже не устраивает. Но Konami не делает игры на ПК. Сюда иди. Сюда иди. Смей, может не надо слушать. И сынок, делай что хочешь, но чтобы обзор у меня был. Ты все понял, я надеюсь. Не болей. Ребят, я пока встаю, там ссылка в описании. Вы, ну, перейдите, я не знаю, подпишитесь. У нас обзор сегодня, да. Привет, дорогие друзья. Меня зовут Женя, Грид Скотт Кэйджи. А обычно я рассказываю про игры на PlayStation, но так как меня пригласили наши любимые с вами эмуляторы, то я просто вдохновлен и обязан рассказать про лучшую игру на Денте. Конечно же, от компании Konami это Джакал. А что самое интересное, игра начинается в обычной манере для войны, устроенной крупным государством. Конечно, мы высаживаемся на пляжи и убиваем мирных строителей. Но знаете, на самом деле это не строители, это ребята, несущие гранатометы. Но потом вы находите домик и бросаете в него гранату, и оттуда выходит ваш доблестный лейтенант, которого по всей универсии прийтили местные жители. Ну, и ничего страшного, что вы испортили их дом. Кстати, стоит отдельно упомянуть сам Байлисом Бэп, то есть модель американского джипа, которую в будущем скопировали и взяли на вооружение многие страны, в том числе и наша с вами, да. И лично я познакомился с данной моделью посредством великолепного сериала «Госпиталь Мэш», который мы с вами все, конечно же, смотрели по телеканалам нашей страны. И по сей день этот сериал остаётся одним из великолепнейших произведений. Я не понимаю, почему они в нас стреляют, ведь мы всего лишь хотим дать им демократию и белый хлеб, сделать им пересадку американской свободы, достижений, повышенной кислотности, пресыщенности, технологии, напряжения и право на сердечный приступ при обдумывании плана, как всадить нож в спину босса. Это же счастье! Джакал не был бы так хорош, если бы не мультиплеер! Вот да, было невероятно кайфово сидеть плечом к ключу со своим лучшим другом и прорываясь сквозь полчища врагов. Ах да, одна из самых главных фишек Konami, это, конечно же, возможность забрать жизнь у товарища! Это было в Контре, это было в Джакале и во многих других играх. Вы это, конечно же, помните? Вы, вот, вот, вы, которые приходили к друзьям в гости и потом жали на кнопку Б. Беспощадно жали на кнопку Б. Знаете, забирание жизни имело такой высокий философский смысл. Ведь если ты не пройдёшь игру с другом, то зачем она вообще нужна? Лучше вместе, но по чуть-чуть, чем одному и много. Это истина, вот, отложилась в памяти, это истина, она двигает общество вперёд. Это, господа, японская промышленность, это компания Konami, которая выпускала лучшие игры и до сих пор выпускает лучшие игры. В то время у нас было не так много игр, и многие ребята мечтали о гонках, коих достать было очень трудно. Вы знаете, мой друг Сабр, который часто шлялся по улицам, он был такой уличный парнишка, простой и душевный, но он общался с ребятами, у которых часто накапливались картриджи, и потом мы с ним вместе шли и меняли их. Таким образом мы достали Battle Tots, Contra и вот эту восьмиигровку, на которой, конечно же, был Джакал. Бывали даже конфликты и обманы, когда нам давали не ту игру, а потом отказывались вернуть нашу. Так, например, один молодой человек дал нам Battle Tots, а на картриджи на самом деле оказался последний киногерой с Арнольдом Шварценеггером, да, который и так всех достал. Но это ничуть не уменьшало наш пыл, наоборот, мы приобретали новых друзей, и в будущем уже знали, что вот с такими людьми не стоит работать и вообще не стоит никаких дел иметь. Одним из запоминающихся моментов в игре, это, конечно же, подъезд к вертолётной площадке. Кто построил эту площадку посредине военных действий? Там же... Знаете, количество уровней в этой игре казалось безумным. Мы играли раз, два, три, постоянно умирали, возрождались, перепроходили, а в детском мозге это всё выглядело настолько ярким и великолепным, потому что постоянно люди вылазили... Хотя, по сути, они вылазили с одной и той же точки, но, ну знаете, тогда играть было не во что, и с Е выглядело классно, классно. Боссы это просто отпад. Первого босса вообще нельзя было назвать боссом, это была куча танков, которая выезжала со всех сторон, вы их легко мочили, а вот уже второй и третий босс просто выносили мозг. Особенно запомнился уровень, где выезжали в поезда, кидали вас гранатами. Это я сейчас понимаю, что в то время, в то время нас закидывали гранатами боевики, которые захватывали поезда, и они вот так из окон, из окон бросали, бросали в нас лимонки, а потом вылетал вертолет, из которого выскакивали те же боевики, вы понимаете? А тогда это просто казалось, ту-ту-ту-ту, и шарики кидаются, и что-то вы едете, главное, с другом сидите, общаетесь. Вот так, вот просто. И последний уровень, мы так и не прошли, и уже в конце, в конце вас убивают, но у вас есть тайный артефакт, который позволяет вам воскресность. Главный злодей несет вас на руках сквозь полчища ваших союзников, кои громко вздыхают, пыхтя и сопя, скорбя по вашей смерти. Однако, несмотря на все страшные заклинания главного злодея, вы воскрешаете и устраиваете главную и во всех семи частях основную атаку на него, на того, чье имя не произносят. Вы уничтожаете крестраж, поддерживающий жизнь, подонка, и в конце уничтожаете его самого. Вот так вот заканчивается великолепно играть Джакал на Денди, Нес, Фами, Ком. Смотрите канал эмуляторов, подписывайтесь на мой канал, Грэцкод Киджи, ссылка в описании. Не уставайте играть, ребят. Пока!